Здравствуйте! В эфире информационная программа события с главными темами дня. Познакомлю вас я, Александра Бурч и мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. Рекорды в полях. Валерий Веремеевич намолотил 2000 тонн урожая. Для увеличения пропускной способности перекрестка улицы Ленинская и проспекта Победы в самом центре Лиды обустроят турбокольцо. Профессиональная помощь пожилым людям и людям с инвалидностью. В Березовке работает социальный пансионат Аквамарин. Головная боль для водителей, авто и не только. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание велосипедистам и самокатчикам. Единый день информирования прошел в Лиде. Члены областной и районной информационно-пропагандистских групп встретились с коллективами Лидских электрических сетей, психоневрологической больницы Островля и дистанции пути. В центре внимания актуальные сегодня вопросы. Так, главной темой разговора стала информационная гигиена. Выступающие рассказали, как отличить правдивую информацию от фейка и выйти из информационного пузыря. А также, каким СМИ, в том числе в интернет-пространстве, стоит доверять. Во-первых, нужно знать те источники, которыми ты пользуешься. Если хотя бы единожды уже была непроверенная информация, нужно лучше отказаться от такого интернет-ресурса. Нужно проверять информацию и по авторам, откуда делается репост и в то же время помнить и об ответственности, потому что, если ты репостишь информацию в своей новостной ленте, значит, ты уже несешь за это ответственность. Сегодня уже есть статистика, что люди больше доверяют государственным СМИ. И это оправдано. Потому что люди видят и знают, что проверенная информация объективна и достоверна именно у государственных СМИ. И я, конечно, скажу о местных ресурсах. В сети интернет также достаточно много информации, которую профессионально, грамотно и, в первую очередь, объективно готовят наши журналисты. Журналисты нашей элитной медиакомпании. Конечно, прежде всего, нужно обращаться к этой информации. Тут нужно осознавать еще один важный момент, что журналисты местных изданий, местных телекомпаний, они живут теми же проблемами, теми же заботами, которые волнуют всех жителей региона. Поэтому информация, которую они готовят, она качественна и востребована. Ведь если журналист приходит, разговаривает с человеком, он и завтра с ним увидится, послезавтра, это повышает уровень ответственности, в то же время повышает востребованность той информации, которую готовит журналист. Наши журналисты близки к людям, близки к своим читателям, зрителям, слушателям. И, конечно, их информации можно доверять. Важно обезопасить также свои личные данные и денежные средства. В ходе единого дня информирования члены информационно-пропагандистских групп рассказали о мобильном приложении «Е-Послуга» – едином портале, позволяющем получить государственные услуги и осуществить административные процедуры. К примеру, перед покупкой автомобиля можно уточнить, не засветилась ли машина в ДТП, не находится ли в залоге и сервисах такси. В скором времени в данном приложении, безопасность которого гарантирована, станет доступна еще и регистрация по месту жительства, также снятие с учета транспортных средств и не только. Отдельное внимание посвятили правилам поведения в лесу, подготовке к отопительному сезону, наведению порядка на придомовых территориях. Напомнили о том, как важно рассказывать о пожарной безопасности детям. Вся эта информация поможет избежать несчастных случаев. Представитель системы здравоохранения объяснила, почему стоит проходить диспансеризацию и как укрепить свое здоровье. Смогли работники трудовых коллективов больше узнать о том, чем живет сегодня Лидский район, какие объекты строятся, как обстоят дела с экономикой и в каком направлении регион развивается. Я считаю, что достаточно важно проводить подобного типа дни информирования и они обязательно должны проходить в коллективах производствотехнических, потому что, как уже было сказано сегодня во время проведения этого дня информирования, начальство того же Располкома или же заинтересованные лица присутствуют в обсуждении каких-то важных вопросов и информируют людей о сложившейся ситуации. Непосредственно, объективно и с первых уст. Возвала тема фейков, поскольку я активный пользователь интернета, как и большинство молодежи в данное время. Потом вопрос здравоохранения, потому что нужно обязательно быть со своим здоровьем. Ну и, наверное, как раз вопрос лесов и печного отопления, потому что на дачу ездим, топим печкой и нужно соблюдать меры безопасности. Единые дни информирования являются эффективным звеном обратной связи с людьми, разъясняют их права, обязанности, политику государства и решения местных властей. В ходе проведения единых дней информирования происходит обмен мнениями по наиболее актуальным общественным вопросам. Не остаются без внимания проблемы города, трудового коллектива. Граждане имеют возможность получать достоверную информацию из первых уст. Жатва 2024 в Лицком регионе близится к завершению. Аграрии намолотили почти 50 тысяч тонн зерна. В хозяйстве йодки Агра работа завершилась на 98%. Сегодня здесь намолочено 7830 тонн зерна. Отличились комбайнер Валерий Веремеевич, намолотивший более 2000 тонн, и водитель Юрий Карабан. Он перевез более 2000 тонн ценного груза. За свои успехи передовики хозяйства йодки Агра принимали поздравления от Лицкой районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса, руководства и профсоюзной организации хозяйства. 2001 раз, по тысяче в прошлом, позапрошлом годах получалось. Работаю уже больше, чем 15 лет. Решил стать, потому что с детства с отцом работал, с братьями, старшим, средним, помощником начинал. А потом дали попробовать самому. Один комбайн, 12-18 по лесу, 10 лет отработал один. И вот в прошлом году получил этот. Комбайн лучше, новый, захват жатки больше, мощнее. Всего передовиков жатвы среди комбайнеров, достигших отметки в 2000 тонн, в Лицком районе двое. Ранее эту планку преодолел Алексей Бовшис из филиала Детва Открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт». Минувшие сутки выдались неспокойными для лицких спасателей. 14 августа в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Невского в Лиде. Прибывшие спасатели установили, что кровля строения охвачена пламенем и в считанные минуты ликвидировали пожар. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие и моторный отсек, находившегося в гараже автомобиля ВАЗ-2101, а также закопчены стены гаража. 15 августа лицкие спасатели выезжали на улицу Мицкевича, где горел мусорный контейнер. В этот же день подразделения МЧС выезжали по сообщению о пожаре на приусадебном участке в садовом товариществе «Василек» в Лиде. Там горел забор из металлопрофиля и дрова. Работники МЧС потушили возгорание. В результате происшествия уничтожен один кубический метр дров и поврежден забор. Причины пожаров устанавливаются. Рассматриваемая версия во всех случаях – неосторожное обращение с огнем. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и пишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества. В центре Лиды появится турбокольцо. Такое решение местной властью принято на основании исследований, проведенных организацией дорожного движения в центральной части города в октябре 2023 года. Предполагается, что кольцевая развязка разгрузит движение в районе дома торговли на пересечении улицы Ленинской и проспекта Победы. Обеспечит его бесперебойность. Заказчиком работ по изготовлению проектно-сметной документации и в дальнейшем по строительству данного объекта является Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 году было проведено исследование условий дорожного движения на центральных частях улиц города Лида с выработкой предложений по усовершенствованию условий движения на данных участках. Согласно исследованию было предложено три варианта работ по разгрузке центральных улиц города в плане дорожного трафика. И одним из них это был выбран такой самый более объемный и более масштабный в плане строительства. Это строительство кольцевой развязки на перекрестке улиц проспекта Победы и улицы Ленинской. Данный вариант, я говорил, наиболее эффективно расслабляет интенсивность движения автотранспорта на центральных частях улиц города. На сегодняшний день, согласно процедуре закупок, была выбрана проектная организация. По изготовлению проектной документации, по срокам изготовления ПСД, это декабрь месяца текущего года с прохождением государственной экспертизы. А уже в дальнейшем, имея на руках госэкспертизы, будем планировать уже строительство самого объекта. Социальный пансионат «Аквамарин» в Березовке принял своих первых получателей социальных услуг в июле 2020 года. Это люди, требующие особого внимания и заботы. Все они поступают сюда из разных уголков Гродненской области по путевкам, выданным Комитетом по труду занятости и социальной защите облсполкома. Подробнее в материале моих коллег. Вдали от шума города, в лесном массиве, недалеко от Немана расположился социальный пансионат «Аквамарин». Раньше это было здание профилактория стеклозавода «Неман». Сейчас же это постоянный или временный дом для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Функционирует пансионат уже 4 года, а его заполняемость – 100%. Здесь работают только самые лучшие. Это люди с большой буквы. Благодаря нашему коллективу созданы все необходимые условия для наших получателей услуг. Работают в основном в нашем пансионате жители Березовки. Очень трудолюбивые, очень искренние, добрые. И люди с большим сердцем, которые любят свою работу. В основном дом-интернат сделан практически нашими руками. Наши работники работали для того, чтобы создать эту красоту. Наши сотрудники делают все возможное и невозможное, чтобы быть близким к получателям нашим. Чтобы их ободрить, приласкать, поцеловать, обнять. Ведь они для них, для каждого из них являются и мамой, и папой, и сестрой, и братом. Проживают получатели услуг на женском и мужском этажах. В одном блоке две двухместные комнаты, а также два санузла. Коллектив пансионата старается одомашнить обстановку, добавляя покрывала, картины и поделки. Также есть медицинский круглосуточный пост. Это позволяет проживающим получать своевременную помощь. Ежедневно в пансионате работает и врач-терапевт. При любой жалобе он осматривает проживающих, назначает анализы, необходимые лекарства и физиопроцедуры. Каждый год проживающие проходят комплексный медицинский осмотр. Есть у них и возможность зубного протезирования. Наши медики работают по принципу гуманности и профессионализма. Они несут моральную ответственность за каждого получателя услуг. Ведь каждый получатель услуг принимает помощь индивидуальной. Ведь у нас иначе и быть не может. Они же у нас от 22 до 94 лет. Каждый получатель услуг получает медикаменты по назначению врача. Для большего комфорта получателей услуг прямо в пансионате работает парикмахерская. Можно сделать новую прическу или стрижку. Домашним можно назвать и питание проживающих в пансионате. Оно четырехразовое. В меню голубцы, клетки, драники. На Пасху праздничный кулич. В рацион обязательно включены фрукты, овощи и кондитерские изделия. Мясные и рыбные блюда ежедневно на столах. Наше двухнедельное перспективное меню разработано с учетом всех нормативно-правовых актов и с учетом потребностей в энергетической ценности получателю услуг. Но вместе с тем оно довольно близко приближено к домашнему питанию. Потому что, чтобы они не чувствовали несколько различий, что это официальное какое-то заведение, то разработано очень много новых блюд. Это и голубцы, это и клетки, и драники фрашированные мясом. То есть им нравится вместе с тем. И пожелания мы их учитываем. Они высказывают, просят что-то им там повкуснее. Работать с удовольствием, потому что есть возможность реализовываться. То есть что-то новое, что-то интересное. И щадящая у нас диета предусмотрена с обваливаниями желудочно-кишечного тракта. То есть учтены все какие-то их потребности, где-то какие-то болезни. То есть меню составляется очень-очень тщательный подход и очень такой индивидуальный. Оборудован в социальном пансионате, спортивный зал и бассейн. Многие из получателей услуг имеют ограничения по физической нагрузке. Поэтому при составлении плана тренировок это учитывается. За правильным выполнением упражнений и всех рекомендаций следит инструктор-методист. Прежде всего физическая культура направлена на восстановление функций физических, утраченных в процессе жизни, травм психологических, травм психических. Ребята занимаются постоянно физической культурой. Начиная с утренней зарядки, затем занятия в спортзале, тренажерном. Но опять же индивидуальный подход это каждому проживающему. Исходя из рекомендаций врачей, у ребят у некоторых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть уделяется внимание больше на развитие и поддержание опорно-двигательного аппарата. Кристина Щербенина уже три года живет в пансионате. Приехала она сюда из Гродно. Ее история – пример того, как тренировки совместно с целым комплексом реабилитационных задач в прямом смысле ставят на ноги. Я болела, мне спина отнята, отнималась спина и нога. И Лизарова аппарат был на ноге. Говорили, что здесь прекрасное место для меня. Там и в Гродно говорили всюду. Оказалось, да, лучше, чем говорили. Я не думала вообще, что я буду ходить. А здесь почувствовала, что надо ходить. Надо в руки брать себя. На базе «Аквамарина» функционирует отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Благодаря этому получатели услуг могут посвятить свое время творчеству. Дмитрий Кузнецов окончил Белорусскую государственную академию искусств. Свои идеи он воплощает на холсте. Хоть в «Аквамарине» он всего 7 месяцев, уже успел написать несколько картин. Я работаю в стиле модерн. Делаю живопись на разных форматах. Разных форматов у меня живопись, холст, масло. Графические работы делаю. Акварель, пастель, цветные карандаши. Выставок у меня было где-то около 10 в Гродно. За вот 30 лет я сделал 10 персональных выставок. И пытаюсь развить свое имя, свой стиль подобрать. Чтобы, допустим, человек посмотрел на картину и было понятно, что это именно я нарисовал. То есть в таком плане вот. Даже те, кто раньше не проявлял талантов в музыке, рукоделии или живописи, начинают творить. Вдохновляет на это и сама природа, и коллектив пансионата. Новые идеи воплощаются в короткие сроки. А разнообразие направлений кружков способствует творческому развитию. Во всей стране, во всей земле, на суши небе и воде, Но в канину уже нам улучшить ПДВ. Бумажные цветы, квилинг, декупаж, игрушки из ниток – это малая часть творческих направлений, которые доступны получателям услуг. Такие занятия улучшают мелкую моторику рук. Среди постояльцев есть те, кто проявляет интерес к компьютерным технологиям. Руководство пансионата идет навстречу и тем, кто хочет попробовать себя в чем-то нестандартном. Так Сергей Ливеровский нашел себя в пластинографии. С помощью небольшого кусочка пластилина он за считанные минуты может создать портрет. А одной из его последних работ стал «Триптих». Это три картины, объединенные общей идеей. Вся институтция заключается в рисовании пластилина в том, что надо разгонять тонким слоем, чтобы получилась хорошая работа по бумаге, по фанере. Эта пластинография – это один из нетрадиционных видов искусства. Как бы он лет 10-15 травит, что-то постигает в этом. Но в этом слове ничего нет. Главное, чтобы была целеустремленность, чтобы усидчивость была. Главное – это терпение. Выдержка – это да. Проживающие в пансионате проводят много времени и на свежем воздухе. Территория вокруг пансионата – около одного гектара. В теплое время года они играют в волейбол, занимаются скандинавской ходьбой и танцами. С наступлением холодов прогуливаются по территории пансионата. Средства персональной мобильности набирают популярность. С приходом теплой погоды улицы заполняют люди на велосипедах и самокатах. Часто они игнорируют дорожный этикет и нарушают установленные правила. Последствия плачевные. Травмы разной степени тяжести, полученные в ДТП. Предупреждение таких случаев – одна из задач сотрудников ГАИ. Ежедневно инспекторы скрыто патрулируют город, чтобы пресечь нарушения со стороны водителей двухколесного транспорта. В один из рейдов с госавтоинспекцией отправилась наша съемочная группа. Велосипед или самокат – это удобно. Едешь по своим делам, наслаждаешься приятной погодой, разгоняешь скорость и забываешь о людях вокруг. Просыпаешься тогда, когда кто-то из этих самых людей оказывается под колесами твоего транспорта. Или ты сам под колесами мимо проезжающего авто. А еще можно просто не удержать равновесие, не успеть нажать на тормоз и просто врезаться во что-нибудь. Из всего этого вывод один – надо быть внимательнее. Потому что если повезет, травм избежать можно, а наказания за небезопасную езду – нет. Каждый день сотрудники ГАИ пресекают порядка 13 нарушений со стороны тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности и велосипедах. Такая статистика наглядно демонстрирует, что любители двухколесного транспорта достаточно часто игнорируют правила дорожного движения. Окажется, силы поехал, что может быть проще. Однако нюансы есть везде, даже в скорости передвижения. На электросамокатах она не должна превышать и 25 км в час. За игнорирование этого и других правил инспекторы привлекут к административной ответственности. Косавтоинспекция напоминает о том, что велосипедисту в возрасте до 14 лет, а также лицу, передвигающемуся на средстве персональной мобильности, не достигшему данного возраста, запрещается без сопровождения взрослых двигаться по дороге, за исключением движения по пешеходным и жилым зонам, по тротуару, велосипедной и пешеходной дорожке. Согласно правил дорожного движения, велосипедист, а также пешеход, использующий для своего передвижения средства персональной мобильности, обязаны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по тротуару или пешеходной дорожке. Возможно движение по обочине. При этом, при отсутствии всех перечисленных элементов дороги или невозможности движения по ним, допускается движение по проезжей части дороги в один ряд, не далее одного метра от ее правого края. В темное время суток на велосипеде и средства персональной мобильности должны быть включены спереди фонарь, излучающий белый свет, сзади фонарь, излучающий красный свет. При движении на велосипеде в темное время суток вне населенного пункта, помимо использования фонарей на велосипеде, велосипедист обязан быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами. Напоминаем о том, что пересекать проезжую часть дороги данные участники дорожного движения обязаны по пешеходному переходу, велосипедному переезду или велосипедной дорожке. При этом данные участники дорожного движения вправе не спешиваться. Однако скорость их движения при пересечении проезжей части дороги должна быть равной скорости шагом идущего пешехода. Что касаемо административной ответственности, в случае нарушения правил дорожного движения уязвимыми участниками дорожного движения, размер штрафа составит от 1 до 3 базовых величин. В случае, если нарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения, размер штрафа составит от 3 до 5 базовых величин. А в случае, если своими действиями уязвимый участник дорожного движения создаст аварийную обстановку на дороге, Размер штрафа составит от 3 до 8 базовых величин. Повышенное внимание к велосипедистам и самокатчикам сотрудники госавтоинспекции оказывают не просто так. Только с начала этого года на территории Лидского района произошло 7 ДТП с ними. Где 2 человека погибло, 5 человек получили травмы различной тяжести. Повторять такие случаи, конечно, никому не хочется. Но иногда водители просто не успевают среагировать на неожиданно выехавший на дорогу двухколесный транспорт. За рулем я порядка 9-10 лет, примерно не помню. Но езжу по разным городам, Минск и Гродно, это не проблема. Но самокаты, велосипеды, некоторые спешиваются, но большинство едут даже не снижая скорости. Причем выскакивают так, что бывает не успеваешь затормозить. Я считаю, что все-таки нужно менять закон, чтобы обязательно на пешеходных переходах они спешивались. Потому что это как бы опасность на дороге. Не у всех тормоза хорошие, скажем так. Ну пусть даже и хорошие, но не всегда сообразишь, что из-за угла может выскочить. Не везде обзор дороги хороший. Есть такие повороты, где забор высокий стоит и из-за забора может выскочить. В любом случае надо спешиваться. Это для их же безопасности и для безопасности водителей. Когда даже стала ругаться, ну я получается затормозила, ехал мужчина на самокате. Я затормозила прямо перед ним. И я стала ругаться, он тоже затормозил, испугался. Так он еще и возмущался. Типа закон такой, я могу не спешиваться и все. Каждый хочет жить и каждый не хочет сидеть в тюрьме потом за кого-то, кто выскочил из-за угла. В Лидской центральной больнице несчастных случаев фиксируют гораздо больше, чем в ГАИ. В летнее время за один день за помощью к медикам могут обратиться пять человек, получивших травмы из-за небезопасной езды. Своей или других. В данное время все чаще попадаются пациенты, вызванные с падением, либо были сбиты водителями, которые находятся на электросамокатах. Данные травмы бывают разной степени тяжести. От банальных ушибов, кровоподсоков до тяжелых щедрогнозовых травм и тяжелых переломов верхней и нижней конечности. Был у пациента перелом в рейхкости и предплечья, к примеру. Тяжелая травма, требующая оперативного лечения. Большую роль в этом играет высокая скорость передвижения на велосипеде, либо на электросамокате, а также несоблюдение банальных правил техники безопасности. То есть передвигаются подвое, не регулируя скорость движения. В основном даже те же электросамокаты, где скорость движения на том же пешеходном переходе, либо на тротуаре, должна ограничиваться пределом 20 км в час. Могут двигаться и 40 км и тому более, что позволяет технические характеристики. Также большое внимание уделяется тому, что сейчас ни велосипедисты, ни тех, кто прилегается на самокатах, при пересечении, приучаясь в положенных местах, никогда не спешиваются. При этом водители не всегда умеют среагировать где-то, где-то остановиться перед пешеходным переходом, выбрать скорость движения нужную и случаясь ДТП. Был случай, когда человек на самокате сбил подростка, при этом дальше продолжил движение и пациент получил телесное повреждение. Предупредить трагедию можно. Нужно обязательно думать о последствиях своего небезопасного катания. Особенно это касается детей. Поэтому инспекторы проводят большую работу с подрастающим поколением. Рассказывают ребятам о правилах безопасной езды, а именно напоминают держаться за руль двумя руками, соблюдать скорость и внимательность, использовать защитную экипировку, убедиться в исправности тормозов и рулевого управления, а также не отвлекаться на гаджеты при движении. На велосипеде в основном катаюсь часто, стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Когда я приезжаю дорогу, я снижаю скорость для того, чтобы не стать препятствием для машин. Если не соблюдать дорожные движения, это может повлечь большим последствиям. Дорожный патруль с сотрудниками ГАИ продолжится. На улицах города пресекать нарушения инспекторы будут не только на служебных авто, но и на гражданских. Так что в следующий раз, если возникнет желание переехать дорогу в неположенном месте или не снижая скорость и вылететь на пешеходный переход, помните, из соседней машины вас тут же могут попросить прижаться к обочине. На сегодня это все новости. Следующий выпуск информационной программы события смотрите на нашем канале завтра в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин